Поэтому давай перейдем к тем вопросам, которые бесплатные. Какой у тебя любимый философ? Ну, сложный, конечно, вопрос. Ну, мне нравится, как излагает Бердяев, да? Мне нравится Фёгелин, о котором я сказал. Если, ну, Щелина тоже можно назвать, но кто он, если не философ? Мне, правда, нравится Павел Щелин. Я считал много богословов. Авриль и Августин мне нравятся, например. Реально от Гегеля как-то отклонился жёстко. Потому что Гегель мне тоже нравится, но он не мой любимый философ, потому что я считаю, что он, необходимо, заблуждался. Необходимо? Ну, я думаю, что по необходимости, конечно, это произошло, да. То есть, опять же... Потому что ты марктист, да? Опять же, в русле гегельянства. Идеалист не может не заблуждаться. Я же объяснял, что в русле вот секулярности и после реформации это было несколько шагов до вот этого цивильного, изолированного рассудка и до субъективного идеализма. От Канта до Гегеля там как бы уже рукой подать. То есть здесь появляется Фихта, а здесь появляется объективный идеализм. А тут Шелинг пытается его преодолеть. Но объективный идеализм, он по факту это всегда был. Ну, типа это христианство объективный идеализм. Понятно. Но имеется в виду, что попытка преодоления конкретно Канта. То есть, что Фихта сказал, что категории, они все в нас, да? А Гегель... А, что сказал Кант? Кант сказал, что трансцендентное не познать. Ну, вот так Гегель попытался, соответственно. Но мне нравится, правда, читать... Да мне и Фихта на самом деле нравится. Честно, все великие философы мне... Вообще все просто. Мне все нравятся, потому что они не зря стали великими. То есть, когда я только изучал историю философии, меня часто посещало ощущение, что ну вот так. Действительно и так, а может быть вот так вот, да? То есть, ты представляешь себя ловишь на мысли... Это интересно, многократно. Да, ты постоянно ловишь себя на мысли, что да, действительно, это может быть так. Я люблю Шопенгауэра. Ну, опять же, я считаю, что... Вопрос о Шопенгауэре. С индийской философией знаком? Хочешь, не читал? Ну, из индийской философии через Шопенгауэра, скорее, знаком. Ну, он ее излагает... Ну, понятно. Ну, по-своему. Смотри. Сарайпали Радхакришнан. Индийская философия, если купишь, где-нибудь найдешь. Это отличный материал по подготовке. Ну, понятное дело, что все равно далеко не все. И есть там отдельно там Ньяя Сутры, где логика индийская излагается. И много чего еще. Тут есть разные материалы, особенно вот Радхакришнан. Кстати, один из президентов Индии. Нифига себе. Интересно. По Платону. Пилософ-президент. В принципе, неплохой заход для ознакомления с... Ну, давай я тебе тоже посоветую, если не считал вдруг Рюдигера Сафрански. Я не считал, что там. Ну, это значит, это, как бы, это опять же, можно сказать, он писал и биографию Ницше, и биографию Шопенгаура. Но там не только историография, да, то есть не только повествование об их жизни. Часто пускается философия. Как мне кажется, что в целом это тоже важно. Вот Зубов в своих лекциях очень любит поговорить про разные там интимные моменты, в том числе из личной жизни. Кстати, вот это я не люблю когда-то. Да, я тоже это не люблю. Вот я хотел сделать как раз акцент, что я этого тоже не люблю. Но Рюдигер Сафранский делает это очень. То есть он и про философию говорит очень контекстуально в разрезе эпохи, и личность автора раскрывает полноценно, что дает нам определенную мысль о том, как вообще до тех или иных выводов философ мог прийти. И вот Рюдигер Сафранский про бурные годы философии Артура Шопенгаура. Это тоже великолепная книжка, которую я всем советую прочитать для того, чтобы полюбить Шопенгауру, потому что его сложно на самом деле не любить. Да, мы его вот так любим. Ну, интересно. Жалко, что я вряд ли прочитаю. Я читаю за деньги, понимаешь? За деньги, да? Да. Я стример, у меня все время занято. Я либо пишу, либо читаю, ну, либо отдыхаю. Там я час в день буквально. Что ж ты за человек-то такой? Как же ты себя так ограничил только за деньги? А что, тебе скидывают нормальную литературу? Слушай, я пинкеры читал. Так вот. Что еще читал? Ну, в любом случае читал. Диоген Лерский. Да, листал. Слушай, я много... Почитай. Обязательно. Не сейчас, не сейчас только. Давай, сейчас погоди. Я быстро читаю. Да, 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 да. Диоген Лерский о жизни, учениях и зречениях знаменитых философов. Надо почитать. Нет, не читал, слушай, ничего. Попробуй, это вообще база. То есть ты называешь такие редкие источники, о которых я не знаю, но это прям вообще база. Не, ну, слушай, я Бертран Рассел пытался читать. А вот это не база. Ну, как бы это не база, но многие, кто на нее ссылался, историю западной философии. Ну, никому не советую, да, но очень скучно, прям. Очень скучно. Ну, и еще, раз уж я книжки здесь собрал тоже, тоже база, фрагменты раннегреческих философов. Буквально фрагменты раннегреческих философов. Полесы, Пифагоры, все остальные, Гераклики, Епихармы, Зеноны. Это вот очень интересно. Это вообще все, ну, не все-все-все, но многие из известных фрагментов античных философов. Это здорово. Это из офигеннейших книг. Ну, слушай, Диоген Лаерский, это тоже античный источник, чтобы ты понимал. Но это наша эра, правда. Но это античный. И вот он как раз больше на литературу похож, его приятно прям. Вот здесь ты опьешь. Потому что здесь разные цитаты, разрозненные, иногда об одном и том же перечитывать будет. Ну, кстати говоря, античная философия, я знаю, твою приверженность к античной философии, что тебе очень нравится. Блин, я любил эти видео смотреть, знаешь, где, типа, ты выбираешь лучшего философа из всех. Они всегда разные в итоге получаются. Несколько раз тест доказали, и всегда разные просто. Да-да-да, у тебя там все время, ну, получается античные... А, не, иногда вот Будда вроде был в один раз тоже. Будду победил, он победил Будду. Да, Будда гений, ты чё? Так не, ну, серьезно. Ну, вот Иисус как философ, некоторые его могут рассматривать же так в любом? Ну, конечно. Но все равно как-то не так сильно смотрится. А Будда прям, если его воспринимать как философ, а многие буддисты его так буквально не воспринимают, особенно современные там всякие вот... Ну, в том плане, что он практиковал и философию делал. А буддизм это вообще философия. Ну, позицию многих встречает современных буддистов, йогов и так далее такая. Вот. И, соответственно, ну, да, Будда... Ну, античная философия мне, конечно, очень нравится, потому что, ну, при изучении, вот если кто-то из вас не изучал историю философии, при изучении античной философии, ну, ты вот как будто погружаешься, знаешь, такое теплое во что-то очень комфортное, во что-то... Ну, знаешь, вот из этих картин, где вот приплывает корабль, вот, представляешь себе просто вот эти древние Афины, да, и отвечая на вопрос, а где бы ты вот в исторических, из всех исторических эпох хотел оказаться? Здесь, если сейчас... Ну, если бы просто у тебя появился бы там, не знаю, день для того, чтобы прогуляться где-нибудь в Древнем Риме... Ну, ты чего? Какие-то варвары идут по улице, просто на... Нет, я думаю, что мы вызвали бы интерес. Нет, мы вызвали стража. Мы вызвали стража, ну, хорошо. Нет, слушай, еще язык не знаешь их местный, скорее всего. Ты чего? Нас бы там изничтожили. Если бы я был женщиной, я бы еще не хотел бы оказаться. Не времени в Греции, тоже явно. И младенцам тоже времени очень было. Ну, смотря какие... Вот такое, короче, такое. Там же был развит инфантицид. Я читал Пятитомник, не помню, как называется, знаешь, там про бытовую жизнь. Интересный Пятитомник, где рассказывается про бытовую жизнь разных эпох цивилизаций. Вот там вот как раз с Древнего Рима стартует все. И, ну, вот там приводятся письма древних римлян, которые пишут. Дорогая, я уехал там условно в командировку. К сожалению, не могу встретить с тобой рождение нашего ребенка. Если это будет мальчик, назови его так. Если это будет девочка, просто выкинь его за дверь. Классика для многих традиционных обществ. А, ты же любишь традиционные общества, кстати. Ну, что, точнее, я люблю. Я кибердеревню хочу все-таки. А там будет инфантицид? Да, причем все. Все. Для того, чтобы не появился кто-то там. Ну, вот к чему ведет антилиберализм. Видит людоедство. Жесть вообще полная, конечно. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok.